здравствуйте этим видео я представляю новую книгу она называется троица будь больше самого себя это третья книга в серии академии смысла который возможно вы уже знаете а первая называлась красная таблетка посмотри правде в глаза вторая чертоги разума убей в себе идиот и вот наконец строится честно говоря ради этой книги и затевалась вся серия в первой красной таблетки я рассказал просто про те основные эксперименты научные исследования которые позволяют нам понять как работает человеческий мозг и уяснить может быть главную для себя идею мы не у нас есть мозг мы являемся продуктом нашего мозга и мы должны понимать как эта штука работает противном случае мы будем в плену иллюзий и никуда эта жизнь такая не годится вот книги чертоги разума я рассказал о самых современных исследованиях в области нейрофизиологии связанных с открытием так называемый дефолт системы мозга который отвечает за мышление задача состояла в том чтобы дать понимание того как мыслительный процесс нашей голове проходит потому что мы все думаем что мы думаем вот а как мы думаем до сих пор было не очень понятно и поскольку я занимаюсь мышлением и мне это кажется самым важным то соответственно вот эту книгу я и написал про целенаправленное мышление по борьбу с собственной жвачкой и так далее но затевалось все ради вот этой троицы вот почему быть больше самого себя самом деле мышление это такая хитрая штука мышление это наша способность собирать сложные интеллектуальные объекты строить карты реальности которые позволяют нам в этой реальности эффективно функционировать иначе зачем нам думать да вот этого должен быть цель и смысл цель в эффективности и вот оказывается что существует несколько способов сборки этих интеллектуальных объектов и разные люди собирают интеллектуальные объекты эти карты реальности по-разному но это имеет обычное такое психологическое приложение слонг эти три разных психологических типов это действительно разные люди это же будешь они с разных планет это особенность психическая была в свое время еще определена иван петровичем павловым это случилось клинике неврозов который сейчас носит его имя в которой мне в свое время довелось работать он там проводил свои знаменитые клинические павловские среды и выявил что вот условно говоря есть такие два полюса в нашем таком поведенческом психическом репертуаре это мыслители и художники вот на самом деле есть еще и третий тип который павлов подразумевал но не знал что это такое вот и это было большой загадкой и вот хотя если говорить про психиатров и психотерапевтов и здесь я об этом пишу достаточно подробно вот это знание у нас уже имплицитно присутствует как взятые из опыта а сейчас мы получили возможность понимать это научно понимать это с точки зрения уже существующих нейрофизиологических открытий и исследований так вот существует три типа людей на самом деле каждый из нас содержит в себе всех этих трех драконов просто у кого-то у каждого из нас какая-то голова из этих драконов является ведущей это определяет весь наш поведенческий репертуар и тот способ который мы думаем значит есть три типа если исходить из психиатрической такой вот из павловской этой концепции то они называются шизоидами и стероидами и невротиками а если исходить вот из с точки зрения методологии мышления с точки зрения того как эти типы собирают интеллектуальные объекты то они называются конструкторами рефлекторами и центристами значит но вот книга троица она рассказывает про все эти три типа про три способа думать нам кажется что другие люди думаю так же как мы но это ошибка нам эта иллюзия возникает из-за того что мы пользуемся одним и тем же языком но поверьте мне когда представители трех разных типов произносят слово любовь речь идет о трех принципиально разных вещах и человек может признаваться вам любви а вы думаете одно на самом деле он думает другое и дальше возникает раскордаш в общем типичные для межлических отношений да но это вот такая психологическая часть важная вот вторая важная вещь это вот собственно мышление если мы поймем каким образом три разных типа но мы сами и два других типа собирают эти интеллектуальные объекты мы сможем совершить хитрость и быть больше самих себя поэтому так и пишу здесь мы можем использовать все три способа сборки и получить вот карты реальности максимально объемные максимально подробные и учитывающие как бы вот разные измерения что для центристы это прежде всего это сущность это вот внутреннее содержание для конструктора это закономерность это структуры которые определяют в любом явлении объекте вещи человеке рефлектора это ценности значимость насколько это вообще зачем это нужно все и вы понимаете если вы создаете карту реальности в которой у вас есть ответ ответ на вопрос с чем вы имеете дело как это организовано и зачем это нужно ваша карта будет просто прекрасные и и и собственно к этому мы должны стремиться развивать наше мышление давай ему вот этот весь палитру возможных способов сборки интеллектуальных объектов ну собственно говоря об этом книга вот я много в ней говорю о гениальности сам я иронично отношусь понятию гениальности потому что это не как научно не задокументировать непонятие является гением или нет но мне действительно в жизни приходилось сталкиваться с большим числом невероятно одаренных невероятно талантливых людей и я мог видеть их способы работы потому что я с ними вместе работал и кого-то консультировал кому-то помогал и так далее я увидел я видел как они думают и вот природный гений такой да такой талант от от природы эти люди инстинктивно умудряются сразу вот использовать по крайней мере два то и три способа сборки своих карт реальности поэтому они такие богатые поэтому они такие интересные поэтому и так выражат вот но я надеюсь что эта книга поможет вам использовать потенциал вашего мышления таким образом чтобы но если гениальность нам не грозит то по крайней мере высокую степень таланта и умение думать максимальное интересно глубоко содержательные объемно вот эта книга позволит вам развить в себе поэтому троица будь больше самого себя надеюсь вам понравится и будет полезно спасибо